Здравствуйте уважаемые трейдеры и инвесторы и сегодня плановый брифинг для брокера Амаркетс. Вы уже привыкли, что по четвергам я демонстрирую все свои закрытые позиции, открытые и рассказываю о тех идеях, которые будут готовы к реализации. На прошлой неделе мы отбирали с вами сделки, кое-что было реализовано, я вам покажу наконечный результат и сегодня отберем новые варианты, которые могут оказаться прибыльными и на которые я делаю в свою очередь упор. Давайте сразу перейдем к графикам и посмотрим на то, что я в свою очередь предлагаю. Сперва посмотрим на закрытые позиции и постепенно перейдем к идеям. На текущий момент времени, как вы видите, у меня открытых позиций нет, все что было открыто я уже зафиксировал. Давайте посмотрим на текущий месяц. У нас были позиции по золоту, которые мы рассматривали с вами на брифинге. Была позиция по новозеландцу, по макдональдсу и по фунт йене. Что касается золота, то здесь был потенциал снижения. Давайте посмотрим, я фиксировал частями. Разберем на логику открытия и закрытия последующего позиции. Открывали на хай, на ретесте непосредственно базы по дневке, по 4 часа. После этого цена простояла некоторое время в стагнации и импульсно упала. На импульсном падении в тот момент, когда цена протестировала возможный спрос, если посмотреть точнее, вы видите, где возможный спрос, я зафиксировал одну часть. Затем началась парабола, я закрыл еще одну часть и после того, как цена объективно скорее всего тестировала бы предложение гораздо выше, я решил закрыть оставшуюся и рассмотрел возможность перезайти здесь, открыть еще одну позицию в сторону снижения. Но пока этого делать не стал, в силу того, что под дневки нет конкретики, я решил от этой позиции на текущий момент избавиться и новых не открывать. Далее, кто помнит, фунт-иену пытались покупать и фунт-иен это была ситуация непосредственно на возможное поджатие и рост. Здесь нас выбили и цена пошла вверх. Шире стоп возможности ставить не было, потому что это была единственная зона для постановки стопа. Даже если бы я поставил его немного шире за общую базу, я все равно бы получил стоп, поэтому таким образом хотя бы сэкономили на размере этого стопа и все-таки цена пошла, тем не менее не всегда получается взять позицию, не всегда получается ее удержать. Новозеландец тоже была позиция открыта в длинную, можно было додержать, конечно, до тейк-профита, но на тот момент времени хотелось сделать за декабрь месяц неплохую статистику, поэтому принял решение закрывать позицию в зоне первичного предложения в зоне возможного снижения. Сейчас, конечно, я понимаю, что можно было оставить, но не всегда получается, так и хочется. И была позиция по Макдональдсу, которая длительное время висела, это тоже был ретест базы по спросу, закрыл ее и, следовательно, нового ничего не открывал. Для того, чтобы открыть новую, нужно отобрать непосредственно идеи, посмотреть на возможность их реализации и давайте для этого используемся инструментом для ресерча. Торговлю мы осуществляем через Амаркетс, но непосредственно ресерч ведется в стороннем терминале, в силу того, что это очень-очень удобно. Индекс доллара демонстрирует возможность продолжения, опять же, своей цикличности, но я рекомендую присматриваться к покупкам по доллару в тот момент, когда будет ретест зоны 97.10-96.70. Индекс доллара – это отображение поведения актива на корзине из основных валют, но, тем не менее, несмотря на то, что он неторгуемый, он демонстрирует общий спрос, либо общее предложение в момент, поэтому 97.10-96.70 – зона, в которой стоит присматриваться к возможному изменению цикличности. Что касается евро-доллара, то на текущий момент времени, в принципе, для меня актуальной остается идея продажи 12.20-13.10. Запомните, 12.20-13.10 – это зона предложения по нисходящему тренду, который имеет потенциал снижения до 1.08. В силу того, что цикличность никак не поменялась, это на сегодняшний момент интересный вариант – 12.20-13.10. Фунт-доллар. Я рассматривал варианты, где, может быть, возникнет угасание, ничего подобного я не увидел, поэтому пока воздерживаюсь, но в случае падения можно будет пробовать покупать 29.50-29, либо в целом 29.50-28.50, брать общую базу и покупать в этих значениях. Потенциал при этом духая, потенциал среднесрочный. Так что внимание обращайте, во-первых, на поведение цены в области 1.33, если здесь будут возникать угасания, любые варианты закруглений параболических, много теней и так далее и тому подобное, можно пробовать открывать короткие. Это будет объективно и это будет как-то аргументировано. Что касается длинных, то я уже обозначил, это 29.50-28.50, либо 29.50-29. Два значения, которые можно использовать для того, чтобы открыть позицию. И, в принципе, можно взять третий вариант, это открыть с середины и стоп поставить за границу. Это то, что интересно. По золоту, как я уже сказал, с короткими пока ничего предпринимать не буду. Что касается длинных, для меня самая интересная область, это 1415-1400. Это там, где есть смысл открывать длинную позицию и это будет полностью оправдано. Новозеландец. Здесь сейчас на ретесте может быть крайне любопытно и крайне перспективно. Это 64.30-63.50, а возможно даже брать 64.30-63.30, то есть целое значение по общей формации. Либо даже пробовать 64-64.30, то есть таким образом немного подвигая стоп, подвигая область лимитного входа, но тем самым увеличивая приоритет. По коротким я сказать здесь ничего не могу, но тем не менее, если 0.66 покажет вам сценарий на продажу, то же самое, что с фунт-долларом, какие-либо угасания, можно попробовать. Еврофунт. Тоже очень интересно. У меня лимитный ордер уже стоит давно. Лимитный ордер 83.50-82.50. Ничего корректировать здесь не нужно. При ретесте 83.50-82.50 мы попадаем в позиционную область, которая имеет большой потенциал вплоть до 88. Поэтому это оставляем, и это очень-очень интересно. CL. Сказать ничего не могу на текущий момент времени. Биткоин. Биткоин здесь есть смысл рассматривать только 6.5-6. Случаи возникновения каких-либо фильтров. Любая ваша торговая стратегия, которую вы используете, должна содержать фильтрацию для входа. То есть какие-либо сигналы. Поэтому если вы найдете сигналы на длинную в зоне 6.5-6, можно этим воспользоваться и попробовать открыть. Что касается лимитных ордеров, то, наверное, это 5.5-5, не ранее того. А по ситуации это 6.5-6. Давайте немножко посмотрим на S&P. По акциям на прошлой неделе я проводил брифинг и показывал вам очень интересные бумаги, которые перспективны будут на падении. Поэтому, кто не смотрел, заходите на прошлый брифинг, он на сегодняшний день опять же актуален. Если брать непосредственно S&P, то он опять идет в рост. Но я буду ждать сколько угодно снижения до 3-2.950, вплоть даже до 2.900. И здесь набирать пакет акций, которые наиболее просели. Это среднесрочная идея, которая в реализации может быть очень и очень хорошей. Но опять же, относительно того, что я рекомендую посмотреть, зайдите на мой канал ProTrade и посмотрите новую серию трейдерские байки, как трейдеру найти работы. В принципе, здесь много интересного видео, есть и непосредственно по тому, как правильно торговать. Так что заходите, смотрите, не забывайте подписываться на мой канал, на канал Amarkets и будете торговать намного результативнее. Всем спасибо за внимание, жду комментариев, жду отзывов, подписок, лайков, все как обычно. Всем спасибо, всем пока.